В Федерации профсоюзов Узбекистана создан колл-центр с коротким номером 1211. Этот ресурс организован специально для изучения и решения проблем женщин. По горячей линии идут тысячи обращений. Наргиз Шаисламова о том, что более всего беспокоит жительниц страны. Согласно данным республиканской рабочей группы, созданные для своевременного и целенаправленного решения проблем женщин в колл-центр Организованной Федерации профсоюзов Узбекистана короткий номер 1211 от жительниц на Манганской области поступило 2338 обращений, из которых 751 — это просьба оказать социальную поддержку, 482 — касались жилищных вопросов, 191 — трудоустройство, 166 — обращений — это просьбы оказать помощь в период карантина. Остальные затрагивали вопросы взыскания алиментов, внутрисемейных отношений, получения кредитов и выделения земель, качество коммунальных услуг и развитие предпринимательства. Обращения рассмотрены в установленные сроки, а принятые по ним решения мы обобщили в нескольких наглядных примерах. Матлюба Мамаджонова, жительница Туракурганского района, овдовела четыре года назад и осталась одна с двумя детьми на руках. В своем обращении она отметила острую нужду в жилплощади, поскольку живет на иждивении родителей. Ее проблема была изучена и решена. Ей выделили двухкомнатную квартиру в новостройке, возводимой в Махале, Узбекистан. Я позвонила на телефон доверия 1211 и попросила помочь мне оплатить первоначальный взнос за жилье. Они удовлетворили мое обращение. Считаю, что мои муки в прошлом. Теперь мой ребенок будет жить вместе со мной, рядом. Он так мечтал иметь свой дом. Я не могу жить вместе. На адресном и эффективном решении проблем жительниц Чартакского района, сосредоточенные усилия местных ответственных лиц, с просьбой отремонтировать дом, к ним обратилась Рохатхуан Мадрахимова. Процесс обновления идет уже полным ходом, укрепляя веру этой уважаемой Анахуан в справедливость. А теперь обратимся к общему показателю звонков, поступивших на телефон доверия 1211 от жительниц нашей страны. Он составил 31 060 обращений. Спектр просьб затрагивал самые разные сферы и темы. 1 081 социальной сферы, 6 159 жилищные вопросы, 3 109 трудоустройства, 3 005 помощь в период карантина, 1 493 касались оказания содействия в получении алиментов, 1 486 касались вопросов правовой сферы, 1 372 затрагивали внутрисемейные отношения, 766 кредитования, 742 относились к сфере здравоохранения. Остальные обращения относились к сфере дошкольного и школьного образования, коммунальных услуг, выделения земли и другим темам. А теперь обратимся к разбивке по всему массиву поступивших обращений. Напомним, их 31 060. Итак, почти 71% решен в рамках закона, 11,4% решаются с соблюдением сроков, чуть более 8% — это долгосрочные обращения, взятые на контроль, по 4,7% обращений срок исполнения продлен, чуть свыше 5% — это показатель нерешенных или обращений с нарушением сроков исполнения. Наряду с положительными фактами, проанализированными в нашем репортаже, рассмотрим деятельность АО «Худут Гастама НОТ» с критическо-аналитического ракурса. Этой организации женщинами было адресовано 140 обращений, по 28 из них сроки соблюдены, 86 решены, по двум обращениям сроки продлены, 24 либо нерешены, либо просрочены. Халатная, безразличная к проблемам женщин отношения некоторых чиновников невозможна, да и не стоит оправдывать, так что их работа оценивается жительницами как неудовлетворительная. Сайора Юльчиева, инвалид второй группы, она проживает по улице Фазоагер, Махалестхлоль, Боявудского района. Она написала, что в Махале нет газа. И с этим почти все смирились. Но и газовые баллоны не привозят вовремя. Эта проблема всех нас замучила, отметила Сайора. Похоже, что сотрудники Боявуд-Тумангаза просто забыли о нашем существовании. Фируза Хуайбназарова, проживающая в Махале-Фархот, в Хавасском районе, тоже обратилась по номеру 1211 с жалобой на сотрудников райгаза. Для жителей вопрос обеспечения голубым топливом один из насущных. О других проблемах уже можно и не говорить. Жители отмечают, они никогда не видели местного Хакима, даже не знают, кто он. Другие ответственные лица, наверное, тоже ленятся изучать нужды неблизкого адреса. Кто и когда займется проблемами женщин, поиском решений. Вопрос без ответа. Для нас проблематична заправка баллонов. Зимой наши улицы непроходимые. Доставка баллонов на такси обходится дороже, чем заправка. Это дорого для нас. Машины не заезжают к нам. И таких примеров беспечности в районах немало. Видно невооруженным глазом. Руководство ходует газ там, но сотрудники подразделений не уделяют должного внимания решению проблем на местах. Мы попытались встретиться с газовщиками, хотели поговорить, прояснить ситуацию, но, к сожалению, никого не смогли найти. Что касается в целом ведомств и органов исполнительной власти на местах, работа которых вызывает нарекания, нерешенными остаются обращения. К Министерству здравоохранения Хаджибаев 45%, КО Худудгастам Нот Эшмурадов 17%, ККБ Агробанк Маматкулов 14%, 13% обращений в Министерство занятости и трудовых отношений Хусанов также не решены. Хокемиату Сурхандаринской области Боболов адресовано 35% обращений, Хокемиату Новоиской области Турсунов 25%, Хокемиат Бухарской области Камалов 12% и Хокемиату Харизмской области Эрманову 10%. Республиканской рабочей группой принимается комплекс мер для оперативного решения проблем, обозначенных в обращениях. А мы напомним, работа по детальному изучению проблем женщин будет бесперебойной и постоянной.